В большинстве модулей при установке модуля приходится реализовывать функционал для перемещения необходимых файлов вне предела модуля. Это касается компонентов, различных шаблонов, а также если ваш модуль имеет свои админки, кроме страницы настроек параметра, то вы должны при установке скопировать в папку bitres.admin файлы, содержащие инклуды ваших исполняемых файлов. Тут хочу обратить внимание, что неправильным будет производить копирование всего исходного кода административной страницы вашего модуля в папку bitres.admin. Начнем с процесса установки. Рассмотрим два случая. Когда нам нужно скопировать наши компоненты и когда добавить страницы в админку. Компоненты. Компоненты у нас размещаются в папке install.components и мы их должны переместить в bitres.components, чтобы они были доступны в системе. Для нашей задачи есть метод старого ядра cop.dir.file. Первым параметром мы указываем, откуда нам нужно копировать, а вторым параметром куда. Третий параметр указывает, что мы перезаписываем файлы, если вдруг у нас возник конфликт. И четвертым обозначаем, что копирование происходит рекурсивно. С компонентами все. Теперь перейдем к административным скриптам. Тут существует два подхода и мы напишем универсальный код, который реализует их оба. Сами скрипты административных страниц находятся в папке admin в корне сайта. Первый подход. Это когда мы разместили готовые файлы копирования из папки install.admin. Тех файлов содержатся инклуды административных скриптов. Нам просто их нужно скопировать. Проверяем, что у нас имеется в корне модуля папка admin и выполняем копирование аналогичным копированием компонентов. Единственное, теперь записью нужно быть осторожным, поэтому этот параметр у нас не отмечен. Теперь второй подход. Это когда у нас имеются только файлы в папке admin в корне модуля и все. Мы открываем папку с помощью функции php opendir. Если все хорошо, то в цикле читаем имена файлов, содержащиеся в каталоге с помощью функции readdir. И с помощью файла put content создаем файл, который содержит инклуды административного скрипта. Первым параметром мы передаем путь от корня сервера. Имя файла формируется сзади модуля, подчеркни и имя файла. Прошу обратить внимание на проверку чуть выше. У нас есть массив исключений. Execution admin files, в котором мы перечисляем, какие файлы с папки admin не стоит обрабатывать. Здесь добавлены файлы меню php, operation description php, task description php. Эти файлы также размещаются в папке admin модуля, но не являются страницами админки. А также в массив исключений у нас содержатся две точки и одна точка. Дело в том, что в некоторых операционных системах в список файлов впадают и эти точки, и мы их также должны исключить. Если у нас совпадение с одним из элементов из массива исключений, текущие итерации цикла мы завершаем. Установку в разрезе работы с файлом мы рассмотрели, но при удалении мы должны за собой убрать все эти скопированные файлы, если это требуется. Опять же рассмотрим пример удаления своих компонентов административных страниц. Компоненты. При удалении компонентов можете воспользоваться методом ядра D7. Delayed directory класса bitrix main.io directory. Здесь указывайте путь до папки от корня серого, который нам нужно удалить, и она будет удалена рекурсивно. Так как у нас все компоненты лежат в пространстве имен битрикса академии, то мы просто удаляем папку академии. Удаление административных страниц. Здесь также обрабатываем два наших подхода. Если мы просто копируем файл из папки install.admin, то мы можем воспользоваться метод из старого ядра delete.dir файл. Этот метод ищет файлы и папки по пути, которые мы передали в первом параметре, но удаляет их в папке, в которой мы указали вторым параметром. То есть отличный инструмент как раз для наших целей. Во втором случае, когда мы создавали на ходу файлы, такой метод не подойдет. Мы также в цикле читаем папку admin из корня модуль. Если имени файла нет в массиве исключений, удаляем данный файл методом ядра D7, delete файл класса bitrix main.io файл. Не забываем о том, что имя файла у нас было создано по специальной маске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА